Андрей Кириленко Мать его Коби Брайан Это когда тебе одиноко в час пик Или это когда ты привыкаешь к смогу и пыли Сохни район 2007 год, конечно, это наше детище И, конечно же, когда тебя никто не ждет Очень легко настраиваться Потому что ты все сделал Уже когда ты выиграл четвертьфинальную игру И попал в четверку высшую Задача была выполнена на 100% Такое было расслабленное состояние Но от этого победы не горьше Все равно, победив Испанию в финале Конечно же, такое чувство гордости Ты испытываешь за себя, за свою страну За ребят, которые с тобой в команде Все-таки в 2011 году Это такая была заслуженная победа Больше, нежели как такая искра прорыва Все-таки на нас спрашивали От нас ожидали И я считаю, что даже при этом Были неудачные игры какие-то Но даже со всеми неудачными играми Мы все равно их выигрывали И все равно как-то продавливали Фантастические броски Сережи Мони В двух играх И из 11 игр 10 побед Одно все-таки обидное поражение Хотелось бы все-таки, чтобы поменять это поражение На поражение в финале Чтобы хотя бы ты чувствовал, что Ты на Олимпиаде и ты проиграл Команде, которая может быть На голову сильнее была в всех В этом турнире Но я считаю, что все на тех местах Как должно быть Вот на этом турнире мы действительно Показали хорошую игру Но недостаточно хорошую, чтобы выиграть Вот поэтому Эта бронзовая медаль Очень цена И она пригодится в моей коллекции Спасибо большое за то, что Интересуетесь и поддерживаете меня Вот, что касается Федя Лихолитова Я уверен, что это был Абсолютно игровой момент Вот, даже Просматривая про Заазом видео Видно было, что Федя даже не видел меня Вот Более того Федя у нас очень близкий друг И моя жена И его крестная мама Поэтому Я уверен, что он не хотел Ничего дурного А ты много раз просмотрел этот момент? Ну, конечно В силу того, что все-таки Все говорят Вот, мы видели Мы видели Вот, смотри Вот, смотри Конечно же Я просматривал много раз этот момент И действительно Получилось так, что я выбегал Со стороны, когда он меня не видел И во время своего движения Просто получил локтем И в связи с этим Немножко потерял Ориентацию И упал на пол Конечно, неприятное падение Но, как я уже говорил Травмы Случаются в спорте И мы ничего не можем С этим поделать Будем стараться Излечиваться От них Как можно быстрее Ну, что я могу сказать Я люблю свою жену И позволяю ей делать Очень многое Чего, наверное, Может быть, другие люди Не позволили бы делать Вот, но Мне нравится Наши 11 лет Проведенных вместе Наши дети Наши отношения Наши какие-то Совместные Приключения Вот Поэтому Мне кажется За 11 лет Мы все равно Друг друга любим Все равно Друг друга уважаем И, можно сказать, дружим Вот Мне кажется Очень ценно Когда два человека Могут друг другу доверить Практически все Не практически А все В этой жизни Поэтому Это очень редко И мы стараемся Как-то ценить это Олимпийский медаль, конечно Не сомневаюсь Даже Близко не стоит Перстень на два Олимпийской медали Может быть Для американцев Это Примерно одинаково Для человека Из России Олимпийской медали Несомненно На самом деле Я не знаю С кем бы я сыгрался Был лучше всего Потому что Я играл И с Джоном Стоктоном И с Марком Джексоном Наверное Может быть Я попробовал бы Еще с Мэджиком Джонсоном Поиграть Все-таки Это трое человек Которые Такой В топе В первом Пятерке Входит Вот сейчас Джейсон Кит Немножко подогнал А что касается Старых игроков Я бы очень хотел Поиграть Конечно же С Или против Или вместе С Александром Беловым С С Неславом Георгиевичем Ереминым С нашими Российскими игроками С Абонисом Посмотреть вообще Как люди думали На площадке Да Какие решения Принимали Потому что Вот это наверное Трое Они были такими Не скажем Что те люди Которые забивали Да Но те люди Которые как были Как люди оркестра Которые Руководили командой Да И Вот я бы хотел Посмотреть Как они Конечно На площадке Применяли Свои способности Знаю Все хотят Меня почему-то Поймать на вопросе Патриотическом Вот Конечно же Россия Это страна Где я родился Это моя родина Вот И Страна Где я вырос Где Невозможно Невозможно Прожив И Будучи Возвращенным В России Да До 20 лет Просто поменял Гражданство Да Не поменял даже А взяв второе Гражданство А превратиться Сразу в человека Да Из другой страны И с другим Менталитетом Конечно нет Вот Америка Это страна Которую Которую я уехал На работу Которая мне страшно Не нравилась Первый год Два Вот Но Как говорят люди Ты привыкаешь На любом месте Вот Если бы ты уехал В Японию Я на Японию Привык бы Вот В Италии В Италии Привык бы Вот Страна Которая очень много Для меня сделала В плане того Что Как игрока Наверное Игрока Баскетбольной ассоциации Игрока На таком Серьезном уровне Мои дети Мои дети Там родились Все-таки Поэтому я благодарен Даже Может быть Не только Америке Сколько Городу Солт-Лейк-Сити Потому что Они сделали В принципе Уникальную вещь Они заставили Полюбить Город От этих людей И поэтому Я считаю Что это Второй мой дом В Солт-Лейк-Сити Я прожил Там 10 лет Прекрасных 10 лет И состоялся Как серьезный игрок Состоялся Как отец Как Хороший муж Наверное Да Семьянин Вот Мне Мне это Очень по душе Вот Поэтому Я стараюсь Не вступать В такие дебаты Да Что Что ты любишь Что ты Как Каким образом Ты относишься Вот Потому что Невозможно Сейчас Разделить Вот так И сказать Все Вот это хорошо Вот это плохо Есть хорошие места Есть плохие места Так же Как и в России Есть хорошие места Есть плохие места Поэтому я люблю Россию Мне нравится Америка Поэтому Что я могу сказать Но Вы уже думали После окончания Когда закончится Хангер Какую страну Вы выбрали Мне кажется Что я не Выберу Одну Какую то страну Вот И все равно Я буду жить И там И там И там Я буду путешествовать. Мне не хотелось бы выбирать какое-то одно место и сидеть на одном месте. Все равно у меня такая как-то достаточно не то что авантюрная, а у меня есть шило, которое сидит во мне и заставляет меня не сидеть на месте, а все-таки двигаться. Если посмотрите, я постоянно... Когда ты играешь в баскетбол, наверное, это полегче делать, потому что все время путешествуешь. А когда ты все-таки в жизни, даже когда летом у нас есть какой-то перерыв два-три месяца, все равно я не сижу на одном месте, все равно мы ездим, смотрим разные страны, в Англию ездим, в музей посмотреть. Благо, есть возможность у меня, и, например, в прошлом году мы ездили в турне по Азии, причем без баскетбола. Мы вдвоем с Машей поехали в Японию, Сингапур, потом на обратном пути Мальдивы, Дубай. То есть мы стараемся как-то посмотреть и также мы все-таки стараемся своих детей привлекать к этому. Чтобы у них была возможность все-таки посмотреть, как бывает в мире, как бывает в разных странах. И мне очень нравится, каким образом мои дети развиваются. мне кажется, что это абсолютно не важно, чей ребенок биологический, все равно родители те, кто воспитывает. И если ребенка мы воспитываем практически с грудного возраста, вот все равно ты будешь в ответе, что ты в него вложил, а не кто-то другой, и не надо винить гены какие-то. Потому что все равно это то, что ты сумел ребенку показать, то, что ты ребенку сумел научить, вот, это все будет абсолютно на родителях только. Как мальдиши к ней относятся. Прекрасно, они обожают ее. Они обожают ее, вот, уникальная ситуация, конечно. Вот, они относятся к ней как к младшей сестре, они заботятся, они между собой дерутся постоянно. Невозможно, такого не видел. Двое дерутся, но к ней у них такое трепетное отношение, они прямо ее оберегают от всего. там, не ходи туда, здесь не надо, здесь острое, здесь осторожнее. То есть, они прямо над ней, как два таких заботливых орла летают, своих птенцов охраняют. В НБА, наверное, наверное, Фил Джексон, наверное, Ретта Уэрбах, люди, которые, очень многого добились, и хочется, конечно, посмотреть, каким образом они, да, вели свои тренировки, да, и каким образом они вообще настраивали свои команды. Вот, из российских тренеров, наверное, побольше времени я бы, конечно, хотел провести и с Александром Яковлевичем Гомельским, и Владимиром Петровичем Кондрашем, хотя я тренировался под их руководством, вот, но очень мало, вот, все-таки я хотел бы побольше посмотреть, когда они были, и, может быть, даже помоложе, когда они были такой, с искрой, да, и все-таки, когда они уже постарше, наверное, уже на опыте, на авторитете, а когда помоложе, я бы с удовольствием посмотрел на них, как они вообще настраивали команду своей, да, строили вообще тактику, вот, это было бы интересно. Конечно, помню, я не один раз это был. Ты как думаешь, это игровые моменты, или вот это уже было? случается, но я никогда не стараюсь искать какой-то подвох в действиях игроков, вот, потому что сегодня мы оппоненты, завтра мы можем играть в одной команде, поэтому, я не думаю, что игроки целенаправленно хотят нанести травму, а если даже и наносят ее целенаправленно, потом раскаиваются в этом, потому что, мне кажется, что, если ты обыгрываешь человека за счет своих способностей баскетбольных, ты получаешь гораздо больше удовлетворения, нежели ты пришел, а просто треснул кого-то. Есть, конечно, исключения из правил, и игроки какие-то есть грубые достаточно, но я просто придерживаюсь такой позиции, что, ну, почему ты должен, зачем ты должен проявлять какую-то ненужную агрессию, ты можешь ее применить в игре. Хотя никто не скажет, что я, например, игрок, который проявляет очень слабо, там, да, какую-то агрессию. Я всегда там, если у меня случаются моменты, когда я кого-то там честного в игре, не хотят того, не желая того. Вот я всегда подойду и извинюсь, но это не значит, что я буду играть мягко как-то, да, прочее, твоего игрока. Буду играть жестко, агрессивно, но если какой-то момент, который выходит за рамки правил, всегда, я считаю, что ничего зазорного в этом нет, дойти извиниться, но продолжать в таком же духе. Каждый раз извиняться. Ой, извини, чувак. На тебе еще раз. Так, на всякий случай, ты на камере. Расскажи. А что, на стол не может ли? Нет. Мы специально снимаем потустороннюю жизнь. Окей. Что происходит? Что вам показать? Ну, покажи, что... У меня секретов нет. Покажи тапочек. Сейчас, секундочку, подождите. Вовлекаешь нас, время забираешь. А так бы кто-нибудь мог лишний вопрос задать? А порт-пример? Сейчас два человека и еще примерно 5-10 тысяч болельщиков всегда тоже ждут тебя. Когда ты уйдешь, так можно было поговорить спокойно. Все спокойненько и здравствуют. Да? А то все читают твой блог и удивляются. Как вообще она пишет такое? Как я вообще в голову такое приходила? Чушь такая. И я тоже вот читаю и думаю, как тебе в голову такая чушь пришла? Не знаю. Ну, поддерживаю. Да? Потому что смешно читать. Читаю, улыбаюсь. Смотри-ка. Нормально. Давай выстроим мою баталию в форуме. Пускай люди подерутся. Так ты делаешь? Нет. Я так не делала специально. На самом деле, скажу, ребят, кто читает блоги, пожалуйста, относитесь немножко с юмором. Не надо воспринимать это вообще серьезно. И не ссорьтесь, не ругайтесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!